Всем привет! Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые недавно у меня начали появляться в комментариях. Чтобы они повторялись, чтобы не повторяться, мне основу счета кому-то не писать, я вот сниму видео и буду на него просто давать ссылочку. Итак, давайте приступим. Из такого последнего мне часто присылаются такие претензии, были несколько раз о том, что сколько много натыкано у тебя реклама. YouTube находится в таком же финансово-экономическом кризисе, как и весь мир из-за коронавируса. Я надеюсь, что эта вся ситуация временная. Видеоблогеры на YouTube, которые размещают свои видео, точно так же, как и все, они потеряли до минимума 50, а то есть 70-80% своего дохода с монетизацией видео. Встраиваемые видео в ролики, когда он загружается на YouTube. То есть определенное количество роликов, допустим 3-4 где-то, вставляет YouTube. Остальное все вставляет вручную блогер при загрузке видео. Но рекламодатели на YouTube не идут, потому что многие компании обанкротились, либо те, кто удерживает деньги на зарплаты своим сотрудникам. Короче говоря, главная экономия всегда это статья рекламы. От рекламы любые компании, даже самые крупные, отказываются в первую очередь, потому что это не особо нужная статья расхода в бюджете компании во время какого-то кризиса финанса. Лучше посетить деньги, отдадут людям на зарплату, чем они будут закупать рекламу. Хотя, скажем так, компания, например, известная, как правило, известные бренды на YouTube рекламируются в роликах. И в принципе у них с рекламой на первые 2-3 месяца кризиса у них все в порядке, их еще не забудут. Они вернутся через 3-4 месяца где-то к рекламе. Так вот, у самого YouTube доходы упали, соответственно, у блогеров в том числе. И да, при загрузке видео я вставляю больше рекламы количества, чтобы просто мне, ну не знаю, не снимать эти видео просто так, просто забесплатно. Мне нужна активность еще на канале, чтобы его просматривали. Понимаете, несмотря на то, что упал заработок канала, мне еще нужно поддерживать статистику прироста. Поэтому видео я решила, ну блин, окей, у меня есть свободно сейчас время, я буду веселить людей, снимать больше, как-то интересовать видео на канале. Некоторые заметили, стало видео гораздо больше. Потому что я занимаю ваше свободное время, которое у вас есть, надо больше генерировать контента. Тем самым я еще поднимаю статистику своему канала по просмотрам. Да, если нет заработка, то тогда и в просмотре статистика тоже на YouTube проседают, чтобы хоть это поддерживать. Да, по сути, работаю я в ноль и просто снимаю видео для того, чтобы вы их смотрели, вас, собственно, развлекаю. Я думаю, эта ситуация, да, понятна. И по поводу денег и всего прочего заработков, для меня это хобби. Ну понимаете, даже любое хобби и время какое-то тратится на это, любой труд должен оплачиваться. Я здесь, конечно, не провожу бесплатные психологические консультации за ними. Вы там, кто нужно, обращается ко мне в частном порядке, я провожу консультации по скайпу, да, это отдельно оплачивается. Но, блин, столько психологических ситуаций разбирается на фоне ваших писем, которые вы присылаете. Просто столько всего психологического разбирается. Это абсолютно для вас в бесплатном, свободном доступе. Я просто хочу отметить, что на моем канале подписки платной нет, нет никакого спонсорства от вас. Я не прошу у вас никогда деньги и не провожу чаты онлайн, да, вот эти онлайн-выходы, где подписчики или люди просто могут отправлять деньги, спонсировать блогера. Я этим ничем не занимаюсь. Я считаю себя абсолютно, как сказать это правильно, даже не знаю, достойной что ли, да. Я себя веду абсолютно честно по отношению к вам и правильно, себя не чувствую, что я какая-то плохая, что-то вам плохое сделала. Вставляя несколько... Я, блин, давайте я весь все ролики вообще каждую минуту навтыкаю, как, например, там Андрей Петров когда-то делал, да, роликов дофига. И буду их выпускать, и вы вообще замучаетесь их перематывать, ну, либо перестанете перематывать, да. Но я же, блин, с вас не спрашиваю никаких денег, никакого донаста от вас не нужно, никакой спонсорской поддержки каналу. Далее, я еще хочу отметить, что, приоткрою зависту тайно, не буду называть имен, но скажу, я отказываюсь от рекламы, которая может навредить, например, людям. В связи с коронаситуацией, тем, что у меня на канале более популярное видео про коронаситуацию, да, про коронановости, про Турцию, вот эти все дела, про карантин. Мне же с первых дней поступило предложение одной страховой компании из России прорекламировать на пролонгированном контракте, то есть за хорошую очень сумму денег, как бы мой канал год, наверное, зарабатывал просто монетизацией. За эту сумму прорекламировать для вас регулярно, там, 5 видео мне предложили сделать о страховании от коронавируса, что если вы заболеете, вам будет страховка. Понимаете, это обман вас, я эту рекламу не взяла. Это я не к тому, что какая я честная, поблагодарите меня, нет, я вам просто рассказываю под коверные, скажем так, игры, которых вы не знаете. Два или три предложения у меня было, вот это я назову от ВТБ банка, от Альфы и еще от кого-то, сейчас название вспомню, маленького банка, мне предлагали нативно, то есть сказать, что это моя личная инициатива к ним, не относящаяся, не рекламировать впрямую банк. А вам порекомендовать, прорекламировать, что я якобы оформила кредитные карты, сейчас ни у кого денег нет. Вы очень такая моя целевая аудитория канала, она очень перспективная для вложения денег рекламных, да, это платежеспособное взрослое женское население от 25, от 20 где-то, от 25 до 40 самое, вот у кого есть деньги и кто с ними может расставаться, да. Я вам ни одного этого контракта не подписала, ни одной кредитной карты вам не продала, я вам еще больше скажу, блогеры, которые вам втюхивают эти кредитные карты, оставляют вам ссылки референтные, чтобы вы пошли, просто ее оформили, типа там потратил деньги нам в месяц, потом их вложил, многие так живут, по сути ничего здесь такого зазорного нет. Ну просто я знаю, что многим людям, если они оформят сейчас эти карты, у них денег нет, их даже потом на карту возвращать. Не хочу просто потенциально, у меня нет такой критической ситуации финансовой, чтобы я на такие контракты рекламные велась и вводить людей в долги, в кредиты. Я даю себя, что я несу людям какой посыл и что я для них хочу, для своей аудитории, для вас, для своих подписчиков. Дальше у меня еще поступают вопросы, тоже на него отвечу, по поводу юридической консультации, риэлторской и по поводу видов на жительство и всех прочих дел. Год назад вроде бы, да, уже год прошел. Турция ввела такие правила для получения туристического вида на жительство и можно разово, вроде как я поняла, да, получить. Но не для России, а для стран СНГ повторное получение, разовое только повторное, невозможно. Нельзя второй раз приехать туристам через год, как раньше все многие там замужества, приезжали нелегально работать, просто в стране находились, каждый год просто продлевали свой туристический вид на жительство. Теперь так делать нельзя. Для основания, для получения вида на жительство, это нам выйти замуж нужно, вид на жительство жены получается, потом гражданство со временем, либо получить, купить здесь, получить работу, это бизнес, естественно, вам оформляется виза от работодателя. И следующий вариант, купить жилье, недвижимость, либо какой-то бизнес открыть и благодаря вот этой, например, недвижимости какой-то, вашему владению бизнеса, вы получаете автоматически оформлять себе вид на жительство, тоже по бизнесу получаете, сами для себя, короче, делаете. У меня вот вопросы на эту тему, блин, ребят, я уже несколько лет, как видите, не оформляю никаких этих документов, мне это уже ничего не надо. И я не в курсе этих новостей, я этим не интересуюсь, потому что лично мне это не нужно. И я не позиционирую свой канал, как какую-то помощь юридическую, там, информационную в этом плане. Я этого не касаюсь, это просто не ко мне. Может быть, есть другие блогеры, которые на эту тему рассказывают, обсуждают, они в курсе. Я знаю есть каналы риэлторские, кто продает квартиры. Так вот, по поводу вот этого вида на жительство, покупки квартир, есть риэлторские агентства, русскоязычные, либо с русскими сотрудниками, или просто русские агентства открытые. Здесь и в Стамбуле, и в Анталии, в турнических зонах они есть везде. Вы открываете Facebook, там, контакт, одноклассники, ну вообще это Facebook в основном, и пишете там, недвижимость в Стамбуле, недвижимость там для русских в Стамбуле, в таком роде. Либо в группах наших русскоязычных, эти все всегда контакты есть. Либо обращайтесь в наши группы, Facebook и социальных сетей, там, ВКонтакте, еще где-то. И там всегда есть список рекомендаций. Там есть и юристы, и те, кто риэлторы продают квартиру, арендуют жилье, кто по вопросам документов помогает оформить, там все это есть. Вы покупаете квартиру, или там что-то оплачете, какой-то процент, просто никто тоже с этим бесплатно разбираться не будет. Ну купите, вы не знаю, разводитесь, я не вот, не юрист, у меня вообще никакого юридического образования нет, я в законах плаваю. И обратитесь, вы купите консультацию разовую по скайпу русскоговорящего юриста, здесь, в Стамбуле, в Турции, какой вам нужен, вот часть, не знаю, где вы жить, разводитесь вы, или там делите имущество, детей делите, сейчас оплатите одну консультацию, вам на все вопросы, на русском языке, со свежим знанием законодательства, турецкого и международного права, вам все ответят. Я бы не против, если бы знала, я бы поделилась, я просто этого ничего не знаю. Вот и все, ответ очень короткий и простой. По поводу риэлторов, когда вы обращаетесь к ним, с ними вместе работают вот эти агентства тоже по оформлению вида на жительство или гражданство, всех вот этих документов, когда вы покупаете недвижимость здесь, в Турции, и вам оформляют вид на жительство, проживание здесь. Все очень просто, они с ними работают вместе. Поэтому вы не бойтесь, обращайтесь к риэлторам, и они вам дадут контакты, те, кто вам поможет оформить вот эти документы для проживания здесь, в Турции, раз вас это так волнует. Ой, какие еще вопросы, господи, ко мне задавались, из последнего, вот это самое, наверное, актуальное вопроса реклама и вопросы недвижимости, юридические, вот эти все консультации. Потому что, ребят, если вам какая-то информация нужна, вот я что в блоге даю, то у меня есть. Здесь что-то не даю, не рассказываю, значит, кто-то не спрашивает, это неинтересно, либо у меня такой информации просто в принципе нет, я ее не владею. И если вам это нужно, этих специалистов, которые консультируют юридические и финансовые вопросы, и даже адвокатские вот эти все дела, оформление всяких даже пенсий и всего-всего прочего, эти все специалисты есть в интернете, русскоязычные навалом. Также, как и в интернете, есть, можно найти контакты наших русскоговорящих врачей каких-то, если вам это очень сильно нужен, именно русский язык, вы не знаете турецкий, пожалуйста. Вы всегда можете обратиться к туркам, если вы здесь в Турции находитесь, и во многих крупных, вот в Стамбуле, например, агентствах каких-то помощи, у них есть переводчики, либо вы можете за отдельную плату нанять себе переводчика с вашего языка, который есть юридическое, например, образование. Есть даже такие услуги, там, вы разводитесь, либо делите какое-то наследство и имущество, при разводах вот эти все финансовые дела есть, даже при юристе переводчик. Я ничего не могу подсказать, я в этом не шарю, извините. Какой у меня такой особой информации по этому поводу нет. Так что, если у вас будут вопросы, задавайте под видео, что вообще думаете по этому поводу. Надеюсь, на ваши вопросы ближайшие ответила. Скоро увидимся, всем пока!